финансовая стабильность это одна из причин по которой люди создают семьи но так как все мы разные взгляды на распоряжение бюджетом тоже расходятся сегодня мы поговорим о семейном бюджете как избежать конфликта на фоне денег и у меня в студии мои дорогие гости марина и лолита привет девочки расскажите пожалуйста ваших семьях кто распоряжается бюджетом кто главный по финансам ну наверное оба но все-таки генеральный финансовый директор это я у нас та же ситуация как бы мы сможем не скрываем друг от друга наши заработки мы знаем сколько кто зарабатывает в этом нет тайны мы не кладем там заначки или что-то такого нас нет но я прописываю конкретно в какие дни какие платежи чтобы ничего не упустить и не забыть то есть основным бухгалтером можно сказать являюсь я но все равно советуюсь с мужем стоит ли нам в этом месте сделать эту покупку или может быть мы ее перенесем так далее но вот вы обе сказали что вы вместе а как вместе отвечаете за финансы вместе то есть мы в курсе того сколько в доме финансов в курсе того откуда взялись эти финансы и в курсе того как мы потратим то есть это все обсуждается хорошо вы придерживаетесь той же модели распоряжения деньгами как и ваши семьи родители или вы как-то свою сформировали точку зрения на этой в своей семье применять то что у наследовать родительскую модель мне по определению не удалось бы потому что когда я была способна что-либо анализировать в этом финансовом плане то моего отца уже к сожалению не было в живых и поэтому ну перед моими глазами модель неполной семьи под поэтому финансовая модель существующая в моей семье это наша личная то есть это наши личные отношения с моим супругом мы ее создали для себя а можно задать такой достаточно личный вопрос он но эта модель была создана путем пробы ошибок или вот вы сразу как поженились так значит финансы у нас общие и распоряжаться мы будем вместе оно само собой сложилось то есть не было каких-то там запланированных разговоров еще чего-то просто так сложилось и выходит что нас об их это устроило какой-то момент когда мы поняли что денег как бы должно достаточно хватать но они уходят не совсем в правильное русло мы начали это анализировать и завели книгу в которой пишем расходы доходы куда сколько должно быть потрачено и в результате на что сколько куда потрачено в моей семье использовалась как раз таки оттажем модели бюджетирования денег вот и она нам кажется достаточно удобно и сейчас мы еще завели конверты которые мы также откладываем разные виды платежей подписанные конверты это тоже очень удобно то есть вы не сразу пришли к компромиссу в финансовом вопросе с супругом стоим ну как бы компромисс он был изначально просто модель корректировалась да да потому что как то у нас было так что когда мы познакомились и алекс мне сделал предложение у нас сразу появился общий бюджет и мы скидывали деньги сразу на свадьбу чтобы накопить нужную сумму для нас вот поэтому общий бюджет у нас был изначально можно так сказать и не было у нас вот каких-то прям ссор на почве этого мы доверяем друг другу а как вот быть семьям в которых люди не могут прийти к компромиссу в этом вопросе когда вот ну у обоих людей есть своя сформировавшаяся точка зрения на вопрос распоряжения бюджетом и эти точки зрения абсолютно разные абсолютно противоположные если вот какие-то советы может быть как найти эту точку соприкосновения поскольку у меня этого в жизни не было то наверное это не совета просто видение со стороны потому что были в среде моих знакомых такие люди которые просто имеют свою зону ответственности за те или иные расходы и распределяя вот свои финансы на зоны ответственности они как-то приходят к общему знаменателю и взаимодействуют именно в этом ключе ну мне кажется что здесь такой момент в каждой семье все по-разному и нельзя влезать в чужую семью тем более если вы сами не столкнулись с этой ситуацией ну может быть стоит попробовать и эту модель и ту модель и прийти к общему компромиссу уже через практический путь почему ты именно настаиваешь на этой модели а почему ты именно считаешь что именно таким способом лучше считать наши деньги и два взрослых человека мне кажется могут прийти к общему решению таким образом путем разговора обсуждения постоянно и не просто я хочу и никак иначе а именно почему ты так хочешь и наверняка ну взрослого человека основана да то желание да 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 должно быть объяснение вот этого ведь мы все стараемся друг для друга давайте мы сейчас перебемся и выслушаем мнение психолога на эту тему а позже продолжим наше обсуждение внимание на экран чтобы любовная лодка не разбилась а быт молодым стоит обсудить проблему бюджета еще до свадьбы и не думайте что это проявление меркантильности как показывают многочисленные исследования вопрос финансов семье является самой больной темой для начала определите какой вид семейного бюджета приемлем для вашей семьи общий полностью совместный он хорош тогда когда заработки партнеров приблизительно равны все доходы и расходы видны обоим очень удобно копить на дорогие покупки раздельный каждый сам распоряжается своим заработком и чувствует себя финансово независимым от партнера больше подходит для супругов с высокими доходами здесь следует обсудить совместные траты на питание коммунальные услуги и детей партнеры могут сообща решать как тратиться на крупные покупки смешанный или частично общий общая казна наполняется обоими по договоренности и тратится на общие нужды а остаток каждый тратит на свои личные потребности каждому партнеру важно понять свое отношение к деньгам в начале это история финансовых взаимоотношений в родительской семье с какими семейными правилами и убеждениями вы выросли обсудите ваши совместные финансовые приоритеты на долгосрочный период недвижимость образование здоровье отдых а также ближайшие задачи например покупку автомобиля мебели или ремонт самые частые причины денежных споров какие они бывают во первых это не согласованные друг с другом траты семья откладывает деньги на погашение кредита и вдруг предложение выгодной покупки второе разное отношение к деньгам выработанное в родительской семье вопрос о том в чьих руках будет семейная касса тоже очень важен одни распоряжаются сообща другие предпочитают чтобы все семейные деньги были у одного из супругов третьи же часть денег оставляют себе а часть вкладывают в общий котел четвертая проблема это когда в семье есть только один единственный добытчик здесь все зависит от работоспособности состояния и настроения того кто зарабатывает через подобные обстоятельства проходит большая часть семейных пар когда жена вдох выходит в декрет или основной добытчик временно не в состоянии выполнять свою функцию еще одна проблема это малый заработок и недостаточное вложение в семейный бюджет от этого тоже никто не застрахован кризис сокращение потеря работы также имеются и пути решения финансовых семейных конфликтов самое главное это признать факт проблемы обоим супругам и чем лаконичнее и точнее и конкретнее будет названа проблема тем легче будет найти решение второе это обсуждение проблемы вдвоем возможно очень сложное болезненное проблемное и даже со слезами и третье поиск решения проблемы умение договариваться приходит с опытом поэтому если вы возьмете за правило устраивать периодически финансовые совещания это только добавит вашим отношением ясности и доверия я думаю это очень ценные советы и здорово было бы прислушаться к ним дорогие телезрительницы если у вас есть вопросы пожелания или предложения если у вас есть интересные темы или истории на данную тему вы можете присылать их нам на адрес который сейчас видите на своих экранах возвращаясь к теме семейного бюджета и скажите а вот там если бы сейчас вы нашли более разумный метод распределения финансами семейными вы бы приняли его в свою семью или уже вот ну как есть пусть так она будет как привыкли так и будем жить дальше всегда можно улучшить свои возможности и способы более благоприятные благополучной жизни поэтому почему бы нет всегда можно попробовать вернуться тоже можно вернуться да также можно все новое как правило вызывает у нас опасения какую-то осторожность но иногда полезно принимать опыт другого человека если он положительный ну и праве как правильно вы сказали уже лолита и ты подметили что можно всегда вернуться к тому что уже было использовано поэтому ну новое не есть плохое то есть если бы в принципе вы сейчас нашли какой-то разумный способ вы бы рискнули или поглядели услышали вы бы рискнули его попробовать и в своей семье хорошо я задам такой мне кажется достаточно животрепещущий для всех вопрос ну может быть и только для молодых но как быть если зарплата еще не скоро а денег уже совсем мало или того хуже их вообще уже нет вот что делать такой ситуации ну тут уже поздно что-либо делать и вообще ничего не поделаешь если честно то есть эту ситуацию нужно предусмотреть то есть нужно о ней на мой взгляд конечно позаботиться о ней заранее когда она пришла ты просто ее должен принять и есть так распределить свои финансы что тебе будет что есть до твоей следующей зарплаты да я абсолютно согласна с этим мнением я всегда говорю что не бывает маленькой зарплаты просто бывают такие ситуации когда люди неправильно распоряжаются своим бюджетом если изначально в приоритет выставлять необходимые платежи в течение месяца что нужно платить в первую очередь и все остальные деньги вычислять остаток сколько там на продукты и так далее только из того что остается тогда таких проблем не возникнет но бывают такие неожиданные ситуации как например какие-то болезни либо какие-то неожиданные гости поездки да у нас была такая ситуация когда нам было необходимо приехать из одной съемной квартиры в другую съемную квартиру причем в предыдущей квартире еще неделю было оплачено в новую нужно было еще помимо полноценной суммы вложить еще и депозит за последний месяц и это было неожиданно для нас и так получилось что у нас осталось наверное на неделю или на две тысячи вот так у нас получилось и мы просто действительно вот как вы говорите есть один геркулес да мы решили для себя что мы не будем влезать в долги не у знакомых друзей и если только бывают совсем крайние ситуации когда нужна там какая-то срочно крупная сумма мы решили для нашей семьи что мы будем лучше связываться как-то с банками и стабильно выплачивать но не будем портить отношения с родственниками да и со своими друзьями все таки это нити отношения да да но есть какой-то вот точный точная методика которая всегда работает чтобы вот избежать такой ситуации когда вот до зарплаты еще далеко а деньги уже сейчас нужны мы разделяем конкретно вот как я уже сказала все главные платежи которые в течение месяца мы откладываем считаем какие платежи мы должны оплатить зарплаты какие с авансов и только после этого стараемся отложить какой-то остаток на покупку чего-либо и вот оставшиеся деньги помимо остатка мы уже разделяем на количество недель в месяц и столько значит будет на еду и исходя из этого я уже составляю меню и пишу четкий список продуктов которые нам необходимо купить на этой неделе и мы стараемся не преувеличивать то есть планирование количество покупок планирование это вот данный наверное способ избежать подобной ситуации еще и придерживаться этого очень хорошо если у тебя есть конверт под названием непредвиденные расходы да и которые периодически пополняют да если его нет то конечно болезни приходят не спрашивая да случаются какие-то непредвиденные обстоятельства а какие способы распределения финансов могут помочь например молодой семье избежать вот конфликтов на почве денег или безденежья вообще есть вот какие-то секретики наверное семейного бюджета секретики наверное классические такие же как и во всем это не касается только семейного бюджета или еще какой-то области жизни это то о чем мы говорили раньше это уважение друг к другу и желание не нанести своим поведением обиды своему близкому человеку то есть это всегда понимать что твои слова твои действия твое отношение к нему может его обидеть ранить и быть причиной вообще его печали то есть как и во всей семейной жизни взаимоуважение оно решает даже такие вопросы как в которых казалось бы ну как можно здесь как может уважение решить вот эту проблему но оказывается это работает я пришла к такому выводу что да действительно уважение и мне кажется еще очень важно прислушиваться к точке зрения твоего супруга когда он что-то говорит если у него сформировалась определенная точка зрения по поводу вот финансов почему он так хочет действительно важно может быть прислушаться и применить его методику и планирование как я уже поняла что планирование это тоже важный момент в распоряжении основной момент в распоряжении финансами тем более когда дело касается не тебя одного а дело касается твоей семьи и детей и близкого тебе человека еще есть такой нюанс что мы живем в не совсем стабильное время хорошо когда есть стабильная зарплата в наш век в которой очень часто происходит сокращение и можно вообще потерять работу или не получать несколько месяцев зарплату здесь как раз таки вот опять же важно держать вот этот конвертик на непредвиденные расходы потому что в жизни происходит действительно очень разные вещи и неизвестно что будет завтра могут выплатить зарплату а могут ее не выплатить или она будет меньше поэтому важно расставлять вот приоритеты давайте давайте мы прервем нашу беседу и послушаем мнение служителя церкви что он скажет нам насчет распоряжения семейным бюджетом внимание на экран стоит ли тратить время на составление и ведение семейного бюджета кто имеет подобную практику скажут что стоит те кто не могут или не хотят тратить на это время вряд ли смогут обеспечить благополучие своей семьи даже при хорошем доходе из-за отсутствия планирования и контроля расходов можно довести семью до нищеты в книге притчи соломоновых есть интересные слова о таком подходе к вопросу планирования 13 главе мы читаем много хлеба бывает и на ниве бедных но некоторые гибнут от беспорядка хотелось бы заметить что семейный бюджет это общий бюджет практика где у мужа свой бюджет а уж не свой это путь к проблемам и разрыву отношений приведение семейного бюджета стоит руководствоваться некоторыми правилами и одно из них на мой взгляд самое важное жить посредством избегать ненужных расходов не потакать своим прихотям нарушение этого правила приведет долгам и как результат к улучшению качества жизни и в отношениях появятся проблемы и расточительность и неразумно использование делать деньги ловушкой для того кто ими пользуется лишает его свободы должник делается рабом взаимодавца сказал мудрый соломон при этом планируя свой бюджет думать о некоторых сбережениях чтобы непредвиденные ситуации не застали вас врасплох но стараясь экономить не скатитесь к скупости скупость это оскорбление божьей щедрости не забудьте о том что кто-то может нуждаться вашей помощи тот же соломон говорит радость человеку благотворительность его при этом мужья не должны считать добродетелью крепкое завязывание кошелька супруга должна иметь какую-то сумму чтобы потратить ее по своему усмотрению конечно это не имеет ничего общего с расточительностью ведение семейного бюджета это основа крепкой благополучной семьи это пример для детей которые смогут применить приобретенный опыт уже в своих семьях я думаю правила которые озвучил служитель действительно помогли бы семьям избежать финансовых разногласий дорогие телезрители если у вас есть вопросы пожелания или предложения вы можете написать их нам на адрес который сейчас видите на своих экранах если у вас есть интересные истории или методы которыми вы могли бы поделиться также присылайте их нам мы их обязательно опубликуем на нашей странице вконтакте дорогие мои девочки что делать если финансовые разноклассия становятся причиной для разрыва ведь мы зачастую встречаем семьи которые допустим обанкротились и не смогли и пара больше не смогла быть поддержкой друг для друга люди просто напросто расходятся и наоборот семьи просто настолько зашли глубоко в конфликт что просто не видит никакого другого выхода из него кроме как разрыв вот как быть таким в такой ситуации таким паром самом начале когда мы выбираем спутника жизни и не зря как бы в загсе идет такая речь что и в горе и в радости и в болезни да во всех ситуациях мы должны поддерживать друг друга может быть такие моменты стоит вспоминать именно эти слова и вспоминать то через что вы уже прошли вместе и то почему вы это делали насколько вам было комфортно друг с другом и постараться именно услышать мнение друг друга а не чьи-то советы со стороны ну и все таки мне кажется в семье это так важно уметь действительно вместе преодолевать все сложности и если вот вдруг возникает вы видите что вот ну напряг прям денежном вопросе что вы постоянно ссоритесь на этой почве может быть правда не то что даже уже прислушаться друг друга а прийти какому-то общему выводу найти какую-то общую модель для финансового распоряжения или еще что то есть действительно мне кажется вот в вопросе бюджета важно прислушиваться друг другу и важно искать общий выход который устраивал бы и одного супруга и другого но слова на самом деле наполненный смыслом поскольку прислушиваться стоит друг к другу не только финансовом вопросе да но этот вопрос не исключает взаимоуважения опять же взаимопонимания и в первую очередь обсуждения то есть мы не не начнем конфликтовать друг другом ругаться там повышать голос доказывать свою точку зрения с пеной у рта если мы это заранее обговорили и услышали мнение твоего партнера на этот счет и попытались хотя бы проявить уважение к этому мнению можете не нравится может быть ты вообще не согласен но поскольку это твой любимый близкий человек ты проявляешь уважение к его точки зрения ради своей любви ради своего уважения вот мы мне кажется живем в такое время когда действительно нужно во многом себя отказывать в чем-то экономить нужно ну чтобы правда продержаться до конца месяца там до следующей зарплаты чтобы что-то отложить нам действительно нужно себя зачастую ограничивать в магазин там супермаркет и вот как сохранить равновесие и не стать скрягой или не быть транжиры который покупает все что захочет все что душе угодно мне кажется скряга или транжира это все свойство характера человека вот и если ты по сути свой экономный человек ты не станешь транжира и наоборот если ты допустим прижимистый человек ты не будешь таким не будешь широкими жестами раскидывать налево и направо до свои деньги ну и та и другая позиция это крайне позиции поэтому нам в семейных тратах в семейных расходах нужна конечно золотая середина и здесь да здесь в первую очередь мне кажется должны включаться на вообще все твои правильные представления о том что как какой ты хочешь видеть свою жизнь потому что есть ежесекундные желания и потребности а есть потребности которые идут дальше и вот такой широкий взгляд на твою семейную жизнь он может помочь тебе сохранять именно вот это равновесие хотя это непросто иногда хочется юбочку 105 юбочку сумочку и все это иногда хочется но вот это понимание о том что ты не один ты за кого-то несешь ответственность она может дать себе вот это красный свет вернее ну направление золотой середины мне кажется что очень важно жить по своему карману не смотреть на то как живут люди справа от тебя как живут люди слева от тебя и не сравнивать себя ни с кем и соответственно твой кошелек тоже не с чьим да да и важно расставлять приоритеты что необходимо а что как вы сказали это ежесекундные желания которые может стоят безумных затрат и в результате они эти деньги потрачены в никуда да и вещь вроде бы бесполезная но она вот уже есть и деньги уже не вернуть да и к сожалению такие покупки мне кажется они еще больше травмируют тебя и когда действительно потом денег не хватает на какую-то важную вещь ты начинаешь себя горить да и понимаешь что в следующий раз я постараюсь поступить иначе но такие ошибки наверное у всех бывают и благодаря им мы учимся главное учиться да это не конечно и очень важно чтобы это не вошло в привычку ну ничего там сейчас я поступлю по-другому доживу да и так опять на самом деле мне кажется вот в вопросе финансов и золотое правило есть такое которые вообще все должны придерживаться нам важно тратить меньше чем мы зарабатываем то есть чтобы у нас всегда оставалось что-то что вот можно положить на то что нам и еще хотела бы отметить такой момент я считаю что жена как правило она занимается бюджетированием внутри семьи и ей важно показывать своему мужу что то сколько он зарабатывает этого достаточно чтобы он чувствовал себя полноценным чтобы он чувствовал что ему не нужно искать какие-то подработки до ночи сидеть на работе потому что когда мужчина до ночи сидеть на работе мы тоже начинаем уже нервничать да что он мало времени проводит с нами либо с детьми поэтому здесь очень важно уметь именно распоряжаться теми деньгами которые у нас есть не запрашивать то на что сверх меры да на что мы не способны просто девочки спасибо вам большое за такую интересную беседу за мудрые слова которые вы сказали у нас финансовые проблемы могут стать действительно катастрофой для семьи но это проблема которую можно решить главное помнить что все материальные благо это ничто по сравнению с взаимно взаимоподдержкой взаимопониманием и любовью с вами была программа о чем говорят женщины до скорых встреч а